Жасмин Мендес Жасмин Мендес Жасмин Мендес В Edwards К мемориалу памяти, открытому в местном парке, в годовщину Массовой стрельбы, пришли тысячи местных жителей. Кажется, трагедия затронула в маленьком калифорнийском городке, славящемся своей безопасностью у каждого. Друг сына Мишель, выживший в Массовой стрельбе в Лас-Вегасе, попал под обстрел в Бордерлайн и погиб. Это был тяжелый год. Я до сих пор не могу поверить, что это все правда. Я не могу поверить, что его с нами нет. Поверить, что он не придет. Он вышел в стрельбе в Вегасе. Ему понадобилось время пережить ту стрельбу. Я до сих пор жду от него звонка. Что он позвонит и скажет, что он в порядке. Что он вернется. К самому бару Borderline, который закрыт вот уже год, несут цветы, записки и свечи. Владельцы заведения планируют открыть бар вновь. Среди собравшихся у мемориала немало и тех, кто выступает за ужесточение контроля над оружием. Мариану потерял в Borderline своего племянника. Хватит. Достаточно оружия. Мы потеряли контроль над всем этим. Человек, убивший моего племянника, он нуждался в лечении, а не быть на свободе и убивать. Как установила экспертиза, покончивший с собой стрелок, служивший несколько лет в армии, действительно нуждался в лечении. Кроме этого мемориала в Таузенокс в честь погибшего в Borderline полицейского названа часть магистральной дороги. Рон Хеллос прибыл на место происшествия первым и пытался остановить стрелявшего, но от полученных ранений скончался. Мероприятия памяти жертв стрельбы будут проходить в Таузенокс до конца недели. Ангелина Богдасарян, Васген Воржебетян. Настоящее время Америка. Калифорния.